Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я сказал, что одна из нот прекратила свое существование, потому что закрылась по причине, что самая низкая акция превысила барьер отзыва. Но, как говорят французы, король умер, да здравствует король. Сейчас я хочу рассказать сразу о двух нотах. Эти ноты более интересны, потому что они доступны неквалифицированным инвесторам. Это очень важно. Минимальный порог входа 400 тысяч рублей. Он не маленький, да. Но ноты, по своей сути, они такой продукт, что они не могут быть низкой стоимости, потому что природа такая у них. Итак, это сразу две ноты рублевые. Минимальный порог входа 400 тысяч рублей. Не требуется статус квалифицированного инвестора. И эти ноты выпускаются непосредственно брокерам открытия. Структурный продукт, гарантированный купон. Март 2019. То есть, они еще не запущены. Идет сбор заявок. Что это значит? Это значит, что их можно приобрести за 100% от номинала. Смотрим дальше. Гарантированно выплачивается от 13% до 14% годовых в рублях. Условная защита инвестированных средств – рубли. Купон гарантированно выплачивается раз в квартал. Гарантированно – это ключевое слово. Сейчас мы это увидим. Базовые активы отобраны на основе рыночной экспертизы. А как же? Не бабушка же. Срок 1-2 года. Итак, первая нота. Срок 2 года. Валюта рубли. Минимальная сумма 400 тысяч, как я и говорил. Базовые активы следующие. Аэрофлот, Русгидро, Сбербанк и Магнит. Нота позволяет получать доход даже при минимальной положительной динамике базовых активов. Условная защита до 10% от снижения базовых активов на момент погашения. Высокая гарантированная ставка купона выплачивается 4 раза в год. Смотрите. Условия выплата купона. Купон гарантирован. Давайте посмотрим чуть ниже. Сейчас опустимся. Купонный барьер 0% выплачивается при любых условиях. Досрочный отзыв. Вот за счет этой гарантии 0%, досрочный защитный барьер 90%. То есть, если по окончании срока действия ноту она не закрылась досрочно, и самая низкая акция упала больше, чем на 10%, то вы получаете все средства в виде этих акций, которые упали. Грубо говоря, ваши средства уменьшатся, те, которые вложены, не купоны, на тот процент, на который упали. Но погашение выплата 100% инвестированной суммы, если все базовые активы выше защитного барьера. Ну, либо они выросли на любую сумму. Барьер отзыва 100%. То есть, если все 4 актива выросли, хоть на 1% нота закрывается, структурный продукт, и, соответственно, все закрывается. Как я говорил, вот в предыдущем видео нота закрылась досрочно. Ну, и обычно все ноты, они закрываются досрочно. То есть, как бы, там чудес особых не бывает. Вторая нота. Эта нота мне не очень нравится первая. Вторая мне больше нравится. Срок 1 год. Валюта рубли. Минимальная сумма инвестирования также 400 тысяч рублей. Площадка оформления структурной продукты. Базовые активы. Вот что мне больше нравится. Алроса, Алмазы России. Московская биржа. Газпром нефть. И ВТБ. Здесь купон гарантированный точно так же. Почему она мне больше нравится? Первое. Срок 1 год. Второе. Ставка купона 14% годовых на 1% годовых. Больше периодичность. Квартальная также. Защитный барьер. Смотрите, 85%. То есть, смотрите, если те акции могли упасть на 90%, и не на 90%, на 10%, то эти акции на 15%, даже если упадут, то мы ничего не потеряем. Купонный барьер 0, также барьер отзыва точно так же 100%. Риск там и там поставка ценной бумаги одного эмитента по первоначальной цене. В случае, когда хотя бы одна бумага стала стоить ниже защитного барьера при погашении, поставляется бумага с наибольшим отрицательным изменением. Вот так. Ну, соответственно, механизм работы. Вот здесь, наверное, на графике отражены не базовые активы, а динамика худшего актива из всех, которые есть. Вот так, наверное. Сценарий один. В первый же период наблюдения самое худшее. То есть все акции выросли, и нота досрочно закрывается, что, в общем сказать, произошло с той нотой, про которую я говорил. Если самая худшая акция, ну, она как-то росла, потом упала, то мы получаем, мы получаем здесь 14% годовых. Худшая акция не пересекла барьер, и, соответственно, мы получаем 14% годовых. Все нормально. Здесь у нас идет все хорошо. Она опять ниже, самая худшая акция, ниже защитного барьера. В следующий период наблюдений мы тоже получаем купон. И так далее, и так далее, и так далее. Когда самая худшая бумага выросла к моменту погашения, то, соответственно, ну, вот здесь вот, или барьер отзыва. В любой момент, когда есть барьер отзыва, мы, значит, закрываемся. Мы закрываемся. Либо, значит, самый худший вариант, смотрите, в первый период наблюдения самая плохая бумага оказалась ниже, чем купонный барьер. Мы не получаем купон. Следующий период наблюдения. Мы опять не получаем купон. Мы опять не получаем купон. И вот здесь вот мы получаем, что мы получаем? Мы купон не получали. Это самый худший сценарий красный. Вот. И, соответственно, мы получаем даже небольшой убыток. Но часто даже этот небольшой убыток – это хорошо, потому что если бы мы купили, например, акции, то, ну, когда может быть небольшой убыток? Когда мы нарвались на период жесткого кризиса. Здесь в течение года вряд ли что будет. Давайте посмотрим на базовые активы. Ну, здесь они все вместе, поэтому вот смотрим. Аэрофлот. Аэрофлот, ну, до августа 2017 года очень хорошо рос. Ну, потом начал падать акции Аэрофлота. И они долго падали достаточно. Смотрите. Вот это вот по сравнению с бенчмарком. Что такое бенчмарк? Бенчмарк – это индекс ММВБ. То есть, смотрите, вот это вот темное – это индекс ММВБ. То есть, средняя как бы стоимость акций. А как вел себя Аэрофлот. Вот Аэрофлот очень активно рос в 2016 году. В 2017 году он перестал расти и начал снижаться. И это вот отрицательная динамика пока присутствует. Но, тем не менее, он еще вот по итогам с 2014 года пока еще выше индекса ММВБ. Ну, есть надежда, что он начнет расти, грубо говоря. Смотрите, текущая цена 96,88 рублей за акцию. То есть, если он вырастет выше этой цены, то это будет выше, чем барьер отзыва. И, то есть, если это будет худшая акция, то нота закроется. Рыночная капитализация. Бета против индекса ММВБ. ММВБ это 0,84. Это бета, что это такое? Это насколько он превышает индекс. Вот. В волатильности целевая цена аналитиков 160 рублей. Они надеются, что за год акция вырастет. Потенциальная доходность 65,2% по акции, если она вырастет. И смотрят, в общем сказать, рекомендации ведущих игроков. Рекомендации покупать 30,8%. Рекомендации держать 61%, рекомендации продавать нафиг 7,7%. Вот. Ну, здесь различные показатели и так далее. Я пока вот на этой акции подробно остановился, вот на этой табличке. Сейчас листаем ниже. Я уже не буду так подробно останавливаться. Вот она. Сбербанк. Сбербанк-префы. Ну, аналогичная ситуация с графиком. Рекомендации buy 100% покупать. Соответственно, текущая цена 179 рублей. Насколько я помню, она уже выросла от этой текущей цены сейчас. Вот. И, в общем сказать, Сбербанку-префам вряд ли что грозит. Вот. Здесь я достаточно, ну, как бы спокойно отношусь. Какие риски? Ну, риски это, естественно, санкции. Потому что санкции будут очень болезненно для Сбербанка. Вот. Поэтому, поэтому есть надежда, что НОТа, может быть, не сразу закроется, а там 2-3 квартала. Вот. Проживет. Хоть что-то можно будет получить не за один квартал, а за несколько. Дальше. Что у нас дальше? Так, это был Сбербанк. Магнит. Магнит. Магнит, вы знаете, что вот в прошедшем году он претерпел очень серьезные изменения. Президент Магнита Галицкий продал свой пакет банку ВТБ. Там, ну, не знаю, как всегда, когда есть какой-то государственный банк, есть что-то там такое. Вынудили его, что ли? Вот. Ну, магнит падал, соответственно. Падала эффективность сети магнит. Сейчас взялся за это ВТБ. Насколько он будет эффективный? Честно говоря, вот не знаю, не знаю. По рекомендациям. Рекомендации покупать 33%, рекомендации держать 66%. Рекомендации продавать нет, ну, потому что он уже на минимумах. Дальше некуда. Посмотрите, как он падал в прошедшее время. Смотрим дальше. Ну, вот, мне кажется, магнит, не верю я в эти самые. ВТБ. Вот. То же самое касается Гидра, Русгидра. Русгидра – это один из крупнейших российских энергетических холдингов. Это гидрогенерирующие активы. Ну, там, Саяна-Шушинская ГЭС и так далее, и так далее. Вот. Но, вот мы видим, что компания Русгидра ведет себя не очень хорошо. И там, помните, была авария на Саяна-Шушинской ГЭС, что повлекло огромные-огромные потери. Вот. Поэтому она падала. Поэтому, вот, динамика у нее была не очень. На наш взгляд, текущие уровни представляют собой хорошую стартовую позицию для очередной волны роста. Ну, а крайне низкие мультипликаторы и близкая к двузначной дивидендной доходности будут, как минимум, сильно препятствовать дальнейшему снижению котировок. Ну, вот так. ВТБ, банк, то же самое. Посмотрите, ВТБ был долгое время хуже, чем индекс ММВБ. Здесь описание. Рекомендации БАЙ 28,6%. Рекомендации ХОЛ 42,9%. Рекомендации ПРОДАВАТ 30%. Вот, ВТБ. Не нравится он мне. Вот. Газпромнефть. Газпромнефть мне, наоборот, очень-очень нравится. Я заправляюсь постоянно. Газпромнефть, во-первых. Во-вторых, Газпромнефть сделал хорошие инвестиции. Там перспектива очень хорошая, насколько я понимаю. Вот, она росла в последнее время. Сейчас очень активно говорят, что ее надо покупать. Рекомендации БАЙ 76,9%. Рекомендации держать 15%. Рекомендации продавать 7%. Как видите, рекомендации БАЙ очень сильно преобладают. То есть, многие крупные финансовые организации рекомендуют покупать акции Газпромнефть. Скорее всего, они вырастут. Я в этом, в общем-то, мало сомневаюсь. Московская биржа аналогично. Смотрите, Московская биржа, ну, это не индекс ММВБ, это Московская биржа. Московская биржа – это площадка, которая позволяет торговать всякими фондовыми бумагами. В последнее время интерес к фондовому рынку, не в последнее время, благодаря мне, очень сильно возрастает. Люди начинают больше и больше вкладывать в ценные бумаги. Всякие банки, Сбербанк, Тинькофф банк, Альфа банк рекомендуют открытия, рекомендуют вкладывать в ценные бумаги, потому что доходность ставок по депозитам падает непрерывно, и она будет падать, потому что Центробанк держит инфляцию железной рукой Эльвиры Набиулиной. И, соответственно, доходность от депозитов будет падать. Куда людям идти? Где получать доходность? Только на ценных бумагах. А ценные бумаги, к какому брокеру вы не обратились бы, их можно купить только на Московской бирже в России. Ну, есть еще Санкт-Петербургская биржа, но как бы она в основном на иностранной площадке. То есть здесь все перспективы роста есть, рекомендации buy 69,2%, рекомендации hold 30%, рекомендации продавать Мосбиржу нет. Это идеальный вариант для ноты, потому что если она будет болтаться на месте, то мы получаем очень хороший доход по сравнению с вложением в саму акцию. Вот, что там дальше у нас? Алроса, алмазы России. Ну, с Алросой здесь ситуация немножечко может быть похуже. Ну, посмотрите, она стабильно была выше, чем индекс Мосбиржи, чем индекс, чем средняя динамика по акциям. То есть она стабильно была выше. Потенциальная доходность 44,9%, рекомендации покупать 64,3%, компании предлагают покупать, рекомендации держать 28,6%, то есть, в общем сказать, рекомендации продавать 7,1%. Но, почему рекомендации есть продавать, потому что, ну, там вроде бы есть вероятность того, что цены на алмазы несколько снизятся. Вот здесь небольшой списочек всех акций. Расчеты проводились 1 марта 2019 года, соответственно, при таких ценах на акции. И вот здесь ссылочки на, соответственно, официальные сайты этих компаний, где можно ознакомиться более внимательно с их официальной статистикой, отчетностью. Вот, ну, я уже сказал, что немножечко цены уже поменялись, то есть, Сбербанк несколько вырос, насколько я помню. Ну, потому что у меня Сбербанк Префа находится в портфеле. У меня в портфеле также находятся акции Мосбиржи. Больше ничего нет у меня в портфеле. А Сбербанк есть. Сбербанк Префа у меня в портфеле есть. Вот. Как приобрести эту ноту? Да, надо просто обратиться, в частности, ко мне. Или если у вас уже есть брокерский счет в брокерском доме открытия, пожалуйста, вы обратитесь к своему личному менеджеру. Открытие отличается тем, что за каждым клиентом закреплен личный менеджер. Он вам поможет оформить эту ноту. Повторяю, первая нота 13% годовых, два года купон. Вторая нота 14% годовых действует один год. И, ну, вторая мне больше нравится просто, во-первых, 14%, во-вторых, сами компании мне более симпатичны. А, в-третьих, там барьер защитный 85%. Это намного лучше, чем 90%. То есть, есть разбег, когда мы получаем прибыль. Вот. Ну, скорее всего, и та, и другая нота закроются досрочно. Поэтому здесь, я думаю, что неожиданностей не предвидится. Я буду вас в ближайшее время знакомить с другими интересными продуктами. Потому что я в ближайшее время, ну, поеду и в открытие, там будет встреча по новой ноте. И насчет австрийской программы в конце месяца я еду в Петербург. Там тоже будет семинар, посвященный вот этим всяким австрийским накопительным программам. Поэтому будет много всего интересного. Вот. На сегодня все. Я хочу напомнить, что не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.